Былый арештант прокатывания в Губазику в 8.00 2021 года. Каб снова не трапить закраты, мужчина вымошен и был покинуть краину. Я резко тузанул ручку дверей и навалился всем телом. На жаль, дверы были заблокованы. План утиков не спрацавал. В этом я выкликал еще больше гнев, и тот, кто сядел побач, принялся працавать еще стараний. Периодично я робил выгляд, что отъезжаю губляющую притомность, бо разумел, что треба тягнуть час. Я оставался в связомости весь час, но выигранное навы 10-20 секунд без ударов, это уже что-то. В Губазику меня не поставили на растяжку до стены. Ноги были максимально широко расставлены. Увесь час кто-то из них бил по ступнях, каб ноги не взводились у звыклый стан. Сзаду отрымал я еще несколько ударов у голову и по нырках. Кто-то из хапил меня не за кашулю и кинул на подлогу. После были удары ногами по всем теле. Голову, как мог, закрывал, и тому отрымал шматлики удары на руки. Потом кто-то из них взял палку и принялся лупить по теле ноги, спина, задок, руки. В околу все рогатали, а то, кто бил, повторял, «Житие – это боль! Житие – это боль! А как ты хотел?» Я хотел, я ничего не хотел, я кричал от болью. Так было легче его переносить. Но я никого не просил спиниться, и на угол ни про что не просил. Но и глубокая пагарда до них была и тогда, и теперь. Я чувствовал, как кто-то из них тузанул на моей шее ланцужок с крыжиком и порвал его. Крыжика для тех, в бок на подлогу. Кисть рук дрожели однопруження, але я сдолеу датягнуться до крыжика, и затиснув его у далоні правой руки. И параллельно повторял. «Крыж, верните! Верните мне мой крыш!» И он промой его, дословно. «Табе он не спотребеце! Ты у храме! А мы сами несем святло!» У гэты мгненья я подумал, что знаходжуся у неким дзюбаным залюстаркуе, что гэта ўсё суцельный сюр, але нажаль. Гэта было наяве. Гэта было наяве.